Скрытое патрулирование в Рыбинске. Местная дорожная полиция ведет отлов лихачей и любителей поиграть в шашки на дорогах. Результаты не заставляют себя ждать. Оформление протоколов происходит в мобильном комплексе Ространснадзора. В Ярославле тем временем водители призывают пристегнуть самое дорогое. В нашем регионе продолжается социальная акция, направленная на повышение безопасности перевозки детей и обязательное использование детских удерживающих устройств. Кроме того, дорожная полиция работает на территории акватории Рыбинского водохранилища. Вместе с профильным ведомством инспекторы выявляют нарушителей среди рыбаков, использующих мототехнику и самоходные машины. Все, кто выехал на лед без документов, будут оштрафованы. Бывалые нарушители Рыбинска могут попрощаться с привычкой ездить как хочется. В городе начал работать скрытый патруль ГИБДД. Вместе с Ространснадзором экипажи тайно курсируют по улицам и выявляют нарушителей. Остановили транспортное средство с неисправным тахографом. Сейчас водителю выносится постановление на административный штраф по статье КООПа 11.23, часть 1. Неисправным тахографом отсутствует автомобиль. Скрытый патруль это обычный гражданский автомобиль без опознавательных знаков. Экипаж скрытого патруля состоит из двух сотрудников. Автомобиль снабжен камерами видеофиксации. Когда инспектор ГИБДД замечает нарушение, идет сообщение по рации впереди стоящему патрулю, сообщая марку, авто, его цвет и номер регистрационных знаков. Впереди стоящий патруль может быть стационарным или выездным, но в любом случае у него должны быть опознавательные знаки органов ГИБДД. Патруль принимает сигнал и останавливает нарушителя. Если подозреваемый не признает вину, подъезжает машина скрытого патруля и показывает видеосъемку с моментом нарушения. Также патруль обращает внимание на манеру вождения автомобилистов. Например, игра в шашки на дороге или странные маневры. Это помогает выявить нетрезвых водителей или хачей. Скрытый патруль не имеет права останавливать транспортные средства. Он лишь фиксирует нарушения. Мероприятие в Рыбинске будет проводиться регулярно. На самом видном месте Московского проспекта под сводами Кремля инсталляция от ГИБДД. Кукла в детском кресле как символ акции «Пристегни самое дорогое». Новая акция ГИБДД стартовала во всех районах Ярославской области. Наиболее активно идет в Ярославле. Вместе с дорожными полицейскими пропаганду среди водителей ведут ученики 29-й школы. Сотрудники госавтоинспекции города Ярославля совместно с представителями отряда ЮИИС средней школы 29 в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» проводят информационно-профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое», направленную на предупреждение и профилактику правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних пассажиров. Повседневная спешка вносит коррективы в жизнь автолюбителей. Несмотря на дневные дела, многие соглашаются патруль безопасности выслушать. Особенно актуальна беседа для водителей, перевозящих в машине детей. С начала текущего года проведено 12 целевых мероприятий автокресла детям. К ответственности привлечены 86 водителей, перевозящих детей без детских удерживающих устройств. Водители при отсутствии детских кресел очень часто поясняют, что живут рядом с детским учреждением или школой, поэтому попутно завозят ребенка, при этом не задумываясь о его безопасности. Как показывает практика, даже при резком торможении непристегнутый ребенок получает серьезные травмы, что выливается родителям длительное дорогостоящее лечение. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что соблюдение правил дорожного движения является гарантией безопасности на дорогах города. В ходе акции водители получают памятки и листовки на тему безопасности на дороге. Инспекторы рассказывают автолюбителям, как правильно перевозить детей в машине. В таких акциях принимают участие дети из разных школ города и области. После уличных лекций для водителей юные инспекторы движения несут идею правильных перевозок домой, а наутро в школу своим сверстникам, чтобы те тоже донесли правильные идеи своим родителям. Сотрудники Рыбинского отдела ГИБДД собираются в снежный рейд. Штрафовать за сугробы никто не будет. Под прицелом водители самоходных машин и снегоходов на Рыбинском водохранилище. На территории региона силами межведомственных групп при участии сотрудников ГИБДД, ГИМС, МЧС, инспекции, административно-технического надзора проводятся совместно комплексные мероприятия по выявлению нарушений при эксплуатации транспортных средств на акваториях Рыбинского водохранилища, рек Которосли и Волга. В процессе проведения рейдовых мероприятий сводные группы проводят проверки, в том числе наличие необходимых документов, разрешающих эксплуатацию самоходных машин, в частности снегоходов, также наличие у лиц управляющих удостоверения на право управления, прохождение ежегодного технического осмотра, в том числе уделяется вниманием фактам эксплуатации транспортных средств лицами в состоянии алкогольного опьянения. Наибольшее внимание уделяется местам скопления рыбаков с мототехникой. Рейды проводятся постоянно, выходные и праздники патрули выезжают чаще. В этот период на Рыбинском скапливается много рыбаков на мототранспорте. По результатам проведенных мероприятий в настоящий момент уже выявлено более 50 нарушений. К административной ответственности привлечено 15 лиц. По статьям 9.3 за нарушение правил эксплуатации самоходных машин сотрудниками ГИБДД также выявлены факты эксплуатации транспортных средств лицами, не имеющих удостоверения на право управления. В свою очередь, госавтоинспекция напоминает владельцам снегоходов. Ездить на мототранспорте без регистрации, техосмотра или водительских прав запрещено. Те, кто попадутся, будут платить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Тут уж никакой рыбы и не надо. Так что или оформляйте все по закону, или ходите на рыбалку пешком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова